Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. На днях на сына Стаса Пьехи было совершено нападение. Супруга футбольного арбитра Ирина Безбородова нанесла 7-летнему мальчику множественные травмы. Общественность шокирована поведением женщины, однако она уверяет, что всего лишь защищала своих детей. Все началось из-за надувного бассейна, который 7-летний сын Пьехи Петя проткнул в ответ на запрет Безбородовой общаться с ее средним наследником. По словам Ирины, мальчик на этом не остановился и начал отрывать шланги. Дядя ребенка предложил женщине починить испорченную вещь, однако та потребовала вернуть ей деньги. Возместить ущерб материально Безбородовой отказались, поэтому она отправилась к администратору коттеджного поселка, где и отдыхали семьи. А вот в ярость Ирину привело то, что по возвращению она увидела Петю, выходящим из их дома. Женщина уверяет, мол, попросту испугалась за судьбу годовалого ребенка, который спал в особняке. По ее словам, тот якобы мог навредить мальчику. Супруга футбольного суди добавила, что всего лишь схватила сына артиста за руку, чтобы отвезти его к матери, но тот сам упал на колени. Обезбиение женщина не упоминает, заявляя, что сама стала жертвой нападения. По версии Ирины, дядя Пети первым начал ее толкать, а бывшую свекровь звезды она задела случайно, просто не контролировала ситуацию. Напомним, что конфликт произошел в поселке Рощино под Петербургом. Родственники пострадавшего вызвали полицию и скорую помощь. Причем следователям Безбородова заявила, что повредила позвоночник по вине родственников Пьехи. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами, говорили Стархиту инсайдеры. Интересно, что имя 48-летнего Владислава Безбородова хорошо знакомо всем поклонникам российского футбола. В 90-е мужчина играл за «Зенит», «Динамо» и другие клубы, но больших успехов на данном поприще не достиг. Куда более продуктивной оказалась его карьера в качестве судьи, которая началась в 2001 году. За годы работы Безбородов судил не только российские матчи, но и этапы Лиги чемпионов. При этом его репутация в последние годы сильно пострадала. Причиной тому стали слухи о недобросовестном исполнении Владиславом своих обязанностей. В прошлом сезоне российской премьер-лиги его даже отстранили на 7 матчей за допущенные ошибки в судействе. Генеральный директор клуба «Краснодар» Владимир Хашик утверждает, что Безбородов намеренно выносил решение в пользу «Спартака», что помогло москвичам одержать победу. В мае 2021 года работа Владислава снова вызвала вопросы. Тогда претензии в адрес судьи высказал президент клуба «Урал», недовольный тем, как прошел матч с «Локомотивом». В жизни Безбородова были не только профессиональные проблемы, но и личные трагедии. Мало кто знает, что родная сестра арбитра была замужем за Вячеславом Малафеевым. В 2011 году Марина разбилась в ДТП, что стало потрясением для всей семьи. Безбородов тяжело переживал потерю, и тогда рядом с ним все время находилась супруга. О жене Владислава в сети практически нет информации. Известно, что супруги вместе уже много лет и воспитывают троих детей – дочь Ариадну и двух мальчиков. Младший ребенок появился на свет чуть больше года назад. Уже сейчас понятно, что женщине вряд ли удастся уйти от наказания. Стас Пьеха и его семья настроены решительно, а делом заинтересовалась прокуратура. При этом Безбородов никаких комментариев об инциденте не дали.